Дорогие мои зайки, девочки, мальчики, всем привет! Привет вам из солнечного геленджика! Как видите, я сижу в залитой светом комнате. Это балкон. Я когда его увидела, поняла, что это идеальное место для съемок. Но мне приходится щуриться, потому что здесь очень ярко. Свет я с собой не взяла. И вот будут такие солнечные места находить и пытаться что-то вам снимать. И мне кажется, пересвет адский или нет? Слушайте, ну вроде видно. Вроде видно, вроде нормально. Ладно, я тут закрыла шторами. Вроде штора закрыла, но все равно сейчас тут очень ярко. Я прям щурюсь, жмурюсь. Попробуем так, да, снять? Я села, знаете, немножко лицом и спиной к нему, потому что если сидит солнце, мне кажется лицом, я вообще не смогу вас видеть. Так, короче, сегодня мы едим с вами реально такую, знаете, еду кавказскую, потому что мы все-таки на юге. Вот, поэтому я заказала... Ребят, сама приготовила, ладно, шучу. Я заказала такую вот лодочку хинкали и пхали. Ну, тут лучок, помидорчики. Короче, это прям все максимально-максимально локальное, аутентичное, поэтому будем с вами есть. Мы, кстати, ни разу с вами ели вот такую вот лодочку. Слушайте, солнышко немножко вот как-то уходит, садится, но все равно. Слушайте, ну, сегодня что будем делать? Поговорим о жизни подписчиков. Но сначала давайте расскажу немножко, как я. Доехали хорошо. С собакой. В принципе, все нормально. Доехали мы... Вы знаете, как выехали в вечер? Ну, как бы мы выехали часа, наверное, в 4 только из Москвы. Уп! Тут такая конструкция, ребят, на сушилке все стоит. Часа в 4 выехали из Москвы и... Ехали до 11. Потом остановились на ночь и поехали дальше. Слушайте, вкусно. Я люблю... Знаете, когда у лодочки такая... Кислинка в тесте. Такое тесто мокрое, да, можно сказать. Ну, не могла, слушайте, не могла я брать свою эту штуку с собой еще. Ну, потому что и так, знаете, ехали я со своими вещами, с феном, с собакой. Я придумываю все на ходу, поэтому все не очень устойчиво. Не обижайтесь. Надеюсь, что ничего не упадет. Ну, вот, доехали мы хорошо. Сейчас пока тут. В горах еще снега нет, поэтому будем еще здесь до конца недели. И потом поедем в горы кататься. Девчонки там пишут, спрашивают по поводу историй. Давайте, наверное, поговорим. Потому что давно не было историй. Истории накопились. Знаете, почему? Вот сейчас несколько видео подряд. Ну, вот, знаете, истории просто, они такие всегда серьезные. Поэтому мне прям хотелось... Ну, что-то легкого. Выдерем мои видео предыдущие. Сегодня давайте поговорим. Тоже такие темы. Знаете, вот, каждую историю читаю, она прям, ну, в душу. Потому что... Ну, у всех у нас плюс-минус, знаете, проблемы. Мы все люди. Конечно, все по-разному, но... Все мы похожи. И вот это вот, ну, как бы... Проблемы девчонок... Я прям на себя ощущаю. Когда читаю. Притом, девочки, держитесь. Вы сильные. Ммм, вкусно. Буду сегодня щурить сам. Не судите строго. Хочу сейчас есть, возьму водички и начнем. В те разы, когда мы читали истории, я их не читала, я их пересказывала. Но все-таки, я думаю, что лучше читать. Поэтому сейчас зачитаю и поговорим. Привет, мне 29 лет. Моя проблема вполне типична на сегодняшний день. Дело в том, что я уже больше года живу одна. Рассталась с парнем после 4 лет совместной жизни по причине постоянных ссор и разных взглядов на жизнь. После листавания я впала в депрессию, с которой выбираюсь до сих пор путем постоянной занятости чем-либо. Имею несколько хобби. Хожу в спортзал, изучаю иностранные языки, получаю второе высшее образование, работаю. Всю жизнь была отшельником. При этом как-то получалось в раннем возрасте находить друзей и даже заинтересовывать парней. Я в целом неплохой человек, как говорят мои знакомые, которых становится все меньше и меньше. У меня хорошее чувство юмора. Я добрая. И проблем глобальных с внешностью нет. Я не жирная, но полная. Ухоженный вид. Качественный, дорогой парфюм. Могу не ленюсь купить себе тщательно дорогую одежду, тщательно подобранная одежда. А вот с лицом не фортануло. Да, понимаю, это не самое главное в жизни. И я преувеличиваю. Но я всю жизнь ненавидела себя за свое лицо и тело. Так как это доставляло мне много проблем и разочарований в детстве. В связи с чем у меня сформировалось понимание того, что я много в жизни недостойна. И на многие вещи не имею прав. Очень сложно завязывать знакомство с незнакомцами. Практически невозможно. Сказывается зависимость от мнения общества. Быть одной стало уже привычно, даже комфортно. Но очень часто впадаю в уныние от мысли, что не с кем поделиться впечатлениями. Ходила к психологам. Результат нулевой. Максимум, что получилось, это выговориться и услышать советы из ряда. Напиши 10 своих главных качеств на бумажке. Только деньги на ветер выкинула. Ну блин, ребят, на самом деле, во-первых, большой тебе привет передаю. Мы уже списались. Кстати, каждая девочка, кто пишет мне истории, я со всеми списываюсь. Мы общаемся. Что она озвучивает, в принципе, было и в моей жизни тоже. Я в детстве была полная. Меня булили. И, вы знаете, наверное, как мне кажется, это проблема многих людей. Потому что не прямо, но, знаете, у всех было идеальное детство. Что прям никто не булилась, что-то такое. Но тут ей, конечно, в первую очередь тяжело. Потому что она одна и не может найти своего человека. Вы знаете, когда не в кем не в кем найти опору и поддержку. Вот это сложно. Но это, правда, сложно и тяжело. Что хочется сказать? Ну, во-первых, держись, крепись. Да, я тебе уже все написала. Ну, а во-вторых, я желаю тебе найти мужчину. Ну, знаешь, как бы, когда тут, ну, действительно, когда у человека очень много травм, он ранен, он еще одинок к тому же. Ну, то есть, если бы был человек, которому можно, знаете, там, ну, переложить часть своих проблем. Упасть на плечо. Знаете, даже не проблем не вот финансовых, а именно, ну, психологических, да, что тебя кто-то поддержит, тебе скажет, что ты, я тебя люблю, там, ты моя лучшая и так далее. Это очень важно. Это вот важно было для меня в свое время. Знаете, как-то понять свою важность и ценность. И я желаю, чтобы нашелся вот тот человек, который поможет тебе это ощутить, который поможет сбросить вот эти вот старые обиды, раны, поможет залечить эти шрамы. И ты сможешь чувствовать себя лучше эмоционально. Потому что я я до сих пор себя чувствую не идеально. У меня бывают разные моменты, разные периоды, мне кажется, вообще нет для людей, кто чувствует себя идеально, кто не загоняется. Таких реально очень мало. Ну, потому что, блин, кого из нас не обижают? Да всех обижали. Всех обижали. У кого-то кривые ноги, руки. Ну, короче, выгоня. Общество очень жестоко. Я желаю этой девочке найти человека, с кем станет попроще. Чтобы было с кем разделить вечер. И, знаешь, все вот это вот ушло вообще на второй план. Кто там тебе что плохое говорил, оно уйдет реально на второй план, когда найдется тот человек, который тебя полюбит, которого ты полюбишь. И это поможет. Мне кажется, знаете, вообще отношения, ну, это такая психотерапия, самая важная в нашей жизни. Потому что ты находишь человека, который тебя принимает и становится легче. А ты обязательно найдешь, потому что ты красивая девушка. Ты ухоженная. Ты умная. Найдется такой же красивый ухоженный отшельник, и с которым вы проведете круто жизнь. Понимаешь? Главное, не отчаивайся. Ну, знакомься. Знакомься. Не загоняйся сильно. Знаете, я вот умею отключаться от всего и просто, допустим, веселиться. Ну, вот тут как бы главное, самое важное, не циклиться на проблеме. Отвлекаться, знаете. Смотрел сериал, и там мужчина говорит, я, ну, он же в возрасте, он говорит, я всю жизнь только что и делаю, что отвлекаюсь. и отвлекаться, правда, вашу. Потому что сидеть на этих старых обидах и ранах это тяжело. Забей. Единственное, знаешь, что мне помогает? Мне помогает забить и открыть новую страницу и вообще, и плевать. Это, ну, я не знаю, это сложно. Я очень надеюсь, что у тебя получится реально, что ты сможешь переключиться и что повезет, обязательно повезет найти человека, того, с кем будет хорошо. Знаете, есть вот люди-одиночки, я вообще не одиночка. Одно мне плохо. Они говорят, вот там, мне надо зависеть от партнера. Не то, что я от кого-то завишу, нет, просто мне одной плохо. Ни одной хуже, чем в отношениях. Ну, как бы, для меня это важно. Вот, поэтому я понимаю таких людей, кому одиноко, плохо и желаю поскорее найти того самого. Обычно входит в уныне, что не с кем поделиться, реально. Ходи больше на свидание, ну, вот живи. И, знаешь, я тоже, когда вот, ты пока одинок, есть возможность жить как ты хочешь, сделать то, что ты хочешь. Без оглядки на кого-то. Поэтому просто проживи это время в кайф и найдется человек, правда найдется. Ты вот будешь в этом кайфе, в этом процессе, жить, отдыхать, развиваться и бац, и вот он едет с тобой в одном лифте, допустим. Еще одна история. Тоже похожая чем-то история про одно, знаете, про одно, ну, про похожие ситуации. Девочка пишет в комментариях, я живу прекрасной жизнью, образованная, умеет дружить с людьми. В школе я была достаточно пухлым ребенком. Я была всегда широкой костью, была объектом нашмешек для мальчиков своего класса. Так и началась моя борьба с весом, неуверенностью, погоней за идеалом и РПП, затем булимия. Скажи, ты когда-нибудь страдала чем-то подобным? Были ли насмешки? Как ты справлялась? Часто вела себя на показ, лишь бы обратили внимание, хотя я не была никогда уродиной. Занималась спортом, читала, хорошо выглядела, но опять никому не нравилось. Вот серьезно, несмотря на то, что я достаточно привлекательна, себе абсолютно не знала цену, не любила себя и не люблю, продолжаю оставаться невидимкой для противоположения. противоположного пола. Готов влюбиться в любого. Я не знаю, что со мной не так. Годы идут, а я все не нашла счастья. Потратила годы на самосовершенствование, а в итоге никому это не нужно. Чувствую себя никчемной. Если честно, да, у меня было такое. Ну, я была пухленькая в школе. Меня, естественно, дразнили. Естественно. Естественно, я хотела понравиться. Да, никому не нравилось. Да. Вы знаете, я все время занимала такую позицию весельчика. Типа я... Типа мне никто не нужен. Я самая крутая, самая веселая. Ну, как-то так. Я внутри была очень неуверенная, а показывала себя как суперуверенную. и... Наверное, это мне в какой-то момент помогло. Знаете, вот эта вот маска. Ну, конкретно, да, я была все время в маске. Такой супердевчонки. Веселый, непринужденный. Мне никто был не нужен. Я самая... Я все лучше всех знаю. Ну, вот так. А внутри крылась как раз-таки вот такая вот девочка забитая, которую травили и так далее. И, естественно, я тоже быстро очень похудела. Мне нравился один мальчик, он сказал, что я толстая. Я была в восьмом классе, и я подумала, ну, все, как бы. Я вот стала худеть, но, как бы, этот мальчик сказал, и вообще ему было плевать на меня. Но на меня это так, знаете, повлияло, что я решила, что я похудею, я там ничего не ела. Вот это, вот это все. Тоже это РПП, там, то ты голодаешь, что ты переедаешь. Но, вы знаете, это, естественно, когда ты подросток, ты очень эмоциональный, тебя легко ранить. Сейчас, допустим, мне вообще плевать. Ну, вот как-то так. Вот, знаете, мне там пишут плохие комментарии, да мне вообще. Ну, как бы напишут и пишут. Реально, пишите, хоть и пишите. Я уже, знаете, если раньше, допустим, у меня была маска с самоуверенностью, то сейчас вот с возрастом мне все больше и больше. Ну, я начинаю, во-первых, ценить себя, любить себя, любить свое время, оценить свое пространство. То есть, если мне, допустим, некомфортно, если мне там кто-то поджимает в очереди, я могу это прямо сказать, что там, отойдите. Если меня, допустим, не знаю, какой-то близкий человек обижает, я тоже прямо могу сказать, я не буду терпеть, как-то с возрастом, и я начинаю, ну, действительно, понимать себе цену, и вот эти вот зажимы, травмы, они уходят на второй план. То есть, ты как бы, знаете, жизнь, как вода камень точит, и ты вот с ходом жизни немножко обрабатываешься. И вот твоя история, правда, мне, ну, я понимаю тебя на 100%, и единственное, что, желаю чуть-чуть побольше уверенности в себе. И, вы знаете, как бы иногда посмотришь, вот у нас даже есть знакомые пары, не знаю, там очень-очень полная девушка и абсолютно там нормальный и стройный парень. И они же, да, нашли друг друга. Хотя она абсолютно там, ну, не красавица в моем понимании, но вот она ему, допустим, подходит. Он ее полюбил за это. Поэтому тут, ну, вот то, что ты пишешь, я понимаю, что ты красивая девчонка, умная, веселая. Я желаю тебе чуть больше уверенности, в себе плевать вообще на других. Плевать. Вот знаешь, кто-то тебе понравился, возьми, подойди. Не знаю, там, выпей стопку текилы, возьми, подойди, познакомься. Вот, и пусть он скажет, там, ты мне не понравилась, и что? И ничего страшного, завтра подойди, там, к следующему познакомься. Ну, вот так, знаешь, как бы, наплюй вообще. И живи. Вот, это поможет. Чуть-чуть меньше думать, чуть-чуть, вот просто, чуть-чуть меньше думать, а больше действовать, больше вот именно жить. Хватит рефлексии. Ну, правда, потому что меня лично рефлексия, она приводит вот в один там замкнутый круг, я вот по этому кругу хожу, 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 хожу. То есть, рефлексия неплохо, но иногда лучше просто не думать, не париться, знаете. Вот это единственный, правда, мой совет, потому что мы, наверное, самые лучшие враги сами себе, потому что мы себе разрушаем, это касается РПП, и вот все, все, все. поэтому я очень себе желаю набраться сил, чтобы наплевать на окружающих, ты самая лучшая, понимаешь? неважно. Ну, слушайте, я не знаю, все люди красивые, мы все красивые, у нас, ну, во-первых, мы все одинаковые, мы очень все похожи, у нас там, не знаю, глаза, брови, носы, очень похожи, но мы все разные, мы все красивые. Просто нужно найти того, опять же, кто это разглядит. и меньше рефлексии, меньше думать, меньше, забывай. Вообще, знаете, как у меня, я понимаю, что я вообще не держу обиды. может быть, знаете, если я начинаю рефлексировать, я действительно там дохожу до какой-то глубинной обиды, но я не хочу на это тратить свою жизнь, свой ресурс. И там, тот, кто меня в школе, допустим, обзывал, сейчас я даже там его сторону посмотрю, ну, грубо говоря, то, что было, это было. Ты здесь сейчас, ты со своим набором внешность, твои данные, да, твое положение в обществе, и с этим мы живем меньше думаем о том, что было раньше. Ты пережила то, что ты никому не нравилась. Это все в прошлом. Сейчас ты взрослая, красивая девушка. И ты можешь нравиться. У тебя куча увлечений. Иди с подругами в бар, знакомься, отдыхай, веселись. Обязательно найдется тот, с кем у тебя будет мэч. Можно не в бар идти, знаете, я не знаю, где знакомиться. Где знакомиться? Я думаю, что знакомиться... Ребят, ну что, у меня уже камера заканчивается, память. Давайте, может быть, еще одну историю. Вот, у меня были еще истории девчонок, опять же, у кого там происходит травля в школе, в универе. Тут единственное, знаете, что хочется посоветовать? Сгруппироваться, потому что, ну, когда вот вы одна, там, а идет конкретно какая-то травля, ну, тут ничего не сделаешь. Тут либо тебе, как бы, уходить из этого коллектива, там, менять группу и так далее, либо сгруппироваться, и все, что говорят, просто, оно от тебя отскакивает. Это не про тебя, это про этих людей. То есть, вырабатывать такую броню, которую не пробить, которую не пробить каким-то плохим словом, да, потому что это неправда. Это люди просто говорят что-то, они несут чушь, одни как бы, ну, сумасшедшие, да, можно сказать, если они оскорбляют другого человека. Поэтому, если тебе кто-то оскорбляет, кто-то говорит плохие вещи про себя, просто, мы делаем броню, и мы непробиваемые. Нас не пробить, понимаете? Потому что многие, ну, вот, у нас вообще, в принципе, да, вот эти все истории, которые мы сегодня обсудили, это как раз таки про то, что когда мы были маленькими, когда мы были уязвимыми, нас кто-то ранил очень сильно, и может быть, не один раз. И вот эта рана, она засела глубоко в сердце, и мы идем, мы пытаемся жить, а она ноет, ноет и ноет. А что надо сделать? Нужно просто взять, наложить повязку на эту рану, не обращать внимания на боль, жить. Со временем эта рана перестанет болеть. Но когда мы постоянно думаем о ней, когда мы постоянно все свои действия, вы знаете, соотносим в этом контексте, в контексте этой боли, мы кормим эту рану. К сожалению, мне это кажется. И мы сходим с ума, грубо говоря. Поэтому, девочки, мальчики, я желаю вам всех, чтобы вы шли дальше, несмотря ни на что. Потому что в жизни бывает всякое. Будьте сильными, я вас очень всех люблю. Мы все ранены. И будете об этом вспоминать и просто, знаете, рефлексировать не с той точки зрения, что я ужасная и так далее, а с той точки зрения, что да, это было, да, это я, да, это мое, это со мной, это мой багаж, это мои знания, это мой опыт. И я сделаю это максимально, чтобы там мои дети были лучше, чем я и не столкнулись с этим. Или мои близкие. Вот. Поэтому я вам желаю, чтобы все было хорошо. Такая вот рубрика. Так поговорили. Не знаю, девочки, некоторые, возможно, пишут, что вот ты там так говоришь, не сочувствуешь. Я очень сочувствую девочкам, реально. Я очень сочувствую, понимаю и жалею девочек, мальчиков, кто столкнулся с тем, что вот ему сейчас грустно, плохо и вот так бывает. Ребят, ну, пожалуй, оставим. Слушайте, ну, съели мы три хинка или пол этого, ну, что-то я уже все наелась. Оставим. Спасибо вам большое, что зашли на мой канал, посидели со мной, поговорили. Не знаю, буду монтировать, посмотрим, как получится. Постаралась ответить, постаралась ответить так, как я думаю, правда. И я считаю, нам нужно всем собираться силами вырабатывать броню и идти дальше, потому что мы уже взрослые люди и вот эти старые раны со временем, ну, правда, время все лечит, они станут легче. Есть какие-то, знаете, серьезные вещи, с которыми нужно идти к психологу, нужно разбираться, но любой психолог это, ну, как бы, это тот, знаете, какое-то мнение со стороны, твой помощник, он попробует подобрать инструменты, которые тебе подойдут для борьбы, наоборот, все равно нужно самому и вот это переживать, прочувствовать и по итогу выходить к чему-то более светлому, с проработанной головой и сердцем. Вот, поэтому я всем желаю в новом году, чтобы хотя бы одна проблема проработалась и вы могли с ней спокойно жить. Ну что, всем пока, всех целую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok